Приветствую вас! Давайте мы с вами рассмотрим ваш текст, который вы написали. Значит, недавно стали общаться в спарном. Тут надо сразу уточнить. Общаться в свои стали на каких основаниях? То есть, что стало причиной для общения? Что вас объединяет? Что общего между вами? Что общего у вас есть? Потому что, если общего не много, то тут будут серьезные проблемы. Дальше. Он написал мне в соц. сетях, потом перешли на общение по телефону. А почему мужчина написал вам в соц. сетях? Ну, то есть, что его сподвигло на этом? Написать вам в соц. сетях. Вы ему как-то понравились? Или что? То есть, мне кажется, что это очень такой тоже достаточно важный момент. Нельзя просто написать в соц. сетях, да, и общаться. Ожидаю, что отношения к чему-то приведут. Обязательно к чему-то приведут. Вот. То есть, отношения они, в принципе, могли бы привести к чему-то. Если бы вы встречались в реальности. В реальной жизни. Если бы встречались. А так? Так, к сожалению. Так, к сожалению, нет. То есть, вероятность этого очень-очень маленького. Дальше. Общаемся недавно, но я не знаю, стоит ли продолжать и встречаться в реальности. Слоняюсь к тому варианту, что симпатии ко мне у него нет. Просто дружеское общение. Ну, во-первых, не очень понятно, чего вы, собственно, хотели-то. Что общаетесь вы недавно. Сами говорите, что общаетесь недавно. И как, ну, серьезно, как может быть симпатия, да? Если времени прошло всего-ничего. Ну, то есть, мало времени прошло очень сильно. Очень мало времени прошло. Дальше. У него ко мне, ну, дружеское общение. На основании чего вы сделали такой вывод? Екатерина. Как вы пришли к этому? Что у него просто дружеское общение? Или вы считаете, что, например, Нормально, если мужчина, допустим, сразу, еще даже не видя вас вживую, проявляет симпатию? Так что... Это странно. Ну, потому что... Так... Если бывает, то очень редко... Очень редко так происходит. Дальше. Хотя он всегда первый сам пишет и так далее. Я очень быстро привыкаю к людям и не хочу ошибаться уже в сотый раз. Смотрите. Если вы, как говорите, быстро привыкаетесь к людям, то это, скорее, ваша особенность. Это... Скорее... Ваша... Черта. И... Продиктована она... Эта черта... Тем... Из чего вы хотите. Для себя. Для себя. Чего вы хотите для себя в контексте молодого человека. В контексте мужчины. Что вам нужно? Понятно? Вот это... Принципиально важно. Это принципиально важный момент. Для вас. Вы привыкаете к людям слишком быстро, но вы возлагаете ответственность за то, что вы привыкаете к людям на других. То есть, как бы... Говорите, ну... Ооо... Я не хочу опять... Ооо... Совершать ошибку. В... Тысячный... Тысячный раз. Вот. Ну так... Простите... А... По какой причине... Вы... Совершаете ошибку? По какой причине это происходит? Что вы совершаете ошибку? Раз. А исследовали ли вы... Что стоит... За... Этой ошибкой? Ну то есть, исследовали ли вы... Почему вы привыкаете или кто-то к людям? А... Чего вам не хватает? Например? Понимаете? Если нет... Если вы... Не исследовали... Это... То да, вы снова совершите ошибку. Потому что... Скорее всего, будете ждать... От... Мужчин... Больше... Чем он вам может дать. У вас уже... Есть желание, чтобы он... Испытывал к вам симпатию. То есть, чтобы он... Давал... Вам... То, что вы хотите... Не... Вы не принимаете то, что он... Не дает... А дает он вам... Свое общество... Время... Внимание... Да? А вы хотите получить от него что-то для себя? Вопрос заключается в том... Что именно... Что именно... Вы хотите получить? И как... Вы можете получить это... То, что вам нужно... Самостоятельно... Ведь смотрите... Все люди допускают ошибки... Ошибки... Это нормально... Но если вы... Не делаете выводов... Из ошибок... Из ошибок... То... Вполне возможно... Что они вам для чего-то нужны... Так вот, давайте для начала разберемся с тем... Для чего вам нужны ошибки... Что вам хочется... По итогу... Что вам нужно... По итогу... Так... Вообще для меня не понятно... Зачем... Мужчина... Мужчине 31 год... Обзяться с женщиной... Которая не в его вкусе... Ну, во-первых... Откуда вы знаете, Екатерина... Что... Женщина не в его вкусе... Это первое... А... И второе... Ага... Значит... Вы считаете, что... Общаться... Мужчина и женщина могут только в том случае, если... Они оба... Во вкусе... Друг друга... Вы считаете, что... Люди могут общаться только в этом случае... А как же... Что-то общее... Как же... Дружба... Как же... Эээ... Фундамент... В отношении... И так далее... И так далее... Вы знаете, я не очень... Эээ... Приветствую, когда... Ну... Когда... Человека... И вкус... Эээ... Ставят... В один ряд... Я считаю, что... Человек... Слишком... Эээ... Многогранное существо... Чтобы... Ориентироваться на вкус... Ориентироваться на вкус... И... Поэтому... Я надеюсь, что и вы... Тоже... Увидите, что... За... Вашей... Этой репликой... Эээ... Скрывается, возможно... Неуверенность в себе... Возможно... Некоторые комплексы... Возможно... Эээ... Страх одиночества... А... Может быть... Что-то еще... Вот... А... Ну... Эээ... Значит... Ну... Какие-то еще аспекты... Ээ... Могут быть... То есть... Тут, мне кажется... Эээ... Нужно исследовать... Тут... Мне кажется... Тут... Нужно... Исследовать... И... Только... Если... Исследовать... А... Можно уже... Выяснить... Что именно происходит... Вот... Понимаете? Как... Какая история? Ага... Вот... В принципе... То... Что... А... Можно вам сказать... Сказать... Дальше... А... Смотрите... Вы не задаете никакого вопроса... То есть... Чего хотите от... Психологов? Как правильно сказал мой коллега... А... Кудрячев Игорь Леонидович... А... Мы не речим за вас... А... А... Значит... А... Ну... Как вам поступать... В... 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 Мы не речим за вас... Но мы можем помочь... Раскрыть... Противоречия... Раскрыть конфликтность... И тогда вы сможете свободно сделать свой выбор. Вполне вероятно, что мужчина для нас имеет слишком завышенное значение, в силу того, что вы быстро привыкаете к людям. Вполне возможно, что вы боитесь боль и боли. Это тоже довольно серьезный показатель того, что вы не хотите расти, развиваться и узнавать для себя что-то новое. Но без этого вряд ли, возможно, будет ситуацию как-то исправить. Если вы же, в свою очередь, хотите, чтобы ваши отношения были более определенными, то я бы рекомендовал в первую очередь выстраивать их в реальном мире и побыстрее переводить все цифровые дистанционные отношения в сферу реальности. Там вам сразу станет понятно и многое будет очень-очень ясно. И так вы сможете избежать неопределенности, которая заключается во взаимодействии с другим людям. Но вы не сможете избежать неопределенности, которая есть у вас для того, чтобы избежать ее, нужно работать над собой и прояснять все эти вещи, которые вам не истинны. Ну, например, если вы быстро привыкаете к людям, значит, скорее всего, как я уже сказал, есть некие проблемы с восприятием себя. Возможно, есть проблемы с личными границами. И кто знает, так это или нет, но поработать и поизглядывать этот аспект в любом случае стоит. Я почти уверен наверняка, что вы себя недооцениваете и принижаете. А это уже серьезное препятствие для выстраивания здоровых, независимых отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Формируйте, пожалуйста, вопрос. Чего вы хотите от психолога. Вот. С учетом того, что мы не даем советов. И, возможно, вам имеет смысл записаться на консультацию хотя бы на одну, к любому выбранному вам специалисту. Для того, чтобы лучше поисследовать и понять себя. Если у вас остались вопросы ко мне, по моему ответу пишите в личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи!